Поехали. Алекс, что это было? Скажи. Это был Ларс Валентайн. Наверное, самый крутой в мире специалист по дизайну упаковки, по дизайну товара. И это реально лучший спикер сегодняшнего дня. Наверное, второй после Котвера лучший спикер конференции. Человек, который вот есть чему поучиться. Человек, чью книгу я просто сегодня когда я книжную прочитаю и жалею, что не сделал этого раньше. Я как специалист по партизанскому марксингу очень много внимания уделяю вещам, которые можно сделать недорого. И упаковка, дизайн упаковки это одна из тех вещей, которые можно, ну, один раз вложив несколько, может быть, сот долларов для производственной компании. Это не деньги, это даже не копейки. Можно резко поднять продажи продукта, резко поднять узнаваемость продукта. И Ларс вот это то, чему он может научить ну, как вот я сейчас вижу, наверное, лучше любого другого человека, о котором я слышал. А скажи, вот сейчас вот рядом фотографируются это вот какие-то листочки. Что за листочки? Что это за евангелисты? Это слайды из его презентации. Но, что это за слайды? Он сперва сел с блокнотом, с тушечницей. И, насколько я вот могу это увидеть, он тушью, японской кистью нарисовал эти слайды. Потом он их прогнал через сканер. Получили слайды для экрана. И сейчас в этот блокнот раздербаил на листки и раздает участникам конференции. Ну, я смотрю, просто до сих пор еще никто не разойдется. Это я первый раз участвую в таком шоу, когда кидаются шоколадками, какими-то вещами. Человек реально крутой, как спикер, и мне есть, чем умеет учиться. И вот я вижу, Игорь Ман тоже в восторге. Ну, то есть реально. Вот если, там, скажем, прошлый спикер, когда он говорил о креативности, ну, не то, чтобы он много чего-то нового мне сказал. Ну, окей, я 19 лет читаю книги, участвую в семинарах. Но Ларс, это просто восторг, и как человек на сцене, и как дизайнер. Я смотрю на его рукописные листки, и я говорю, елки-палки, он реально крут, он явно каллиграфией занимается не 10 лет, и даже не 20. И он крут как специалист. То, о чем он рассказывает, на выступлениях прошлых спикеров я много писал в Твиттере. А вот сейчас он говорит об этом, сейчас он говорит об этом. Здесь я не писал ничего. Я делал пометки для себя. Мне надо было писать Твиттер. Соглашусь. Ну, продолжается у нас такой митинг. Это потрясающе. Я первый раз тоже вижу такого докладчика. Алекс, спасибо. Пока-пока. Спасибо.